До 5000 долларов доверяли карагандинцы интернет-продавцам в надежде купить товары по сниженным ценам. С начала года только в один отдел полиции Караганды обратилось 150 обманутых покупателей. Почему они доверяют совершенно незнакомым людям и как не попасться на уловки аферистов, выясняла Людмила Батюшкина. 23-летняя Аимжа Суланова мечтала о норковой шубе. В социальной сети нашла продавца, который предлагал стильные модели недорого. Девушка выбрала коричневую шубку с укороченным рукавом за 300 тысяч тенге. Позвонила по указанному номеру. Продавец потребовала предоплату 100 тысяч. Я через Киеви кошелек, получается, сделала предоплату. И потом, как сделала предоплату, я позвонила к ней на сотовый же телефон. А у нее сотовый телефон уже отключен. Не могла так и дозвониться. Со второго числа. И все. И с концами. Только в один отдел полиции с начала года поступило 150 подобных заявлений, а в Караганды их семь. По стране, обманутых интернет-мошенниками, десятки тысяч. Чаще всего через соцсети мошенники предлагают по сниженным ценам автозапчасти, автомобили, шубы, одежду, драгоценности. Сайты могут быть как с казахстанским доменом, так и иностранные. Эти мошенники не в одном городе. В разных городах, бывают в разных государствах даже. Вот в этом есть сложность. Если бы находились в одном городе, там можно было бы... Сейчас же в каждом городе есть видеокамеры, центр оперативного управления. Можно было бы вычислить. Точно не знаем, какой город. Казахстанцы завалили полицейских заявлениями. Но наказать получится далеко не всех. Поэтому лучше придерживаться самых простых рекомендаций. Например, связаться с продавцом по скайпу и попросить показать товар вживую, а не на фото. Если товар в другом городе, попросить знакомых живущих там съездить и проверить его наличие. А вот если продавец требует предоплату и избегает личных встреч, стоит воздержаться от покупки. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область.